Детская школа искусств – одно из старейших учреждений Заречного, где дети и взрослые могут прикоснуться к творчеству. Сегодня в Дыши есть 10 отделений. За 63 года работы отсюда выпустились тысячи талантливых музыкантов, художников, вокалистов, танцоров и артистов цирка. Николай Анатольевич, расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? На нашей площади, площади детской школы искусств, праздник. У нас сегодня день открытых дверей. Мы открыты сегодня для всех, кому не безразлично, искусство, музыка, живопись, хореография. Мы ждем всех ребят, мамочек, папочек, всех сюда ждем на нашу площадь, для того, чтобы они определились, куда же хотят их ребятки, их детки. Заречницев ждали несколько увлекательных площадок. Ученики школы искусств показали свои лучшие номера на концерте. Он проводился под открытым небом, поэтому каждый житель Заречного мог насладиться праздником. Воспитанники отделений продемонстрировали все, чему научились в школе искусств. Ребята представили самые яркие номера. На сцене выступали танцоры, вокалисты, артисты цирка и музыканты. Номера сменялись, как красочный калейдоскоп. Ваня, а чем тебе понравился день открытых дверей? Этот концерт вообще мне понравился. Я к нему готовился. И мне кажется, что наш номер был очень ярким, был красивым. Мы поем для вас, зажигаемся, и в успехе мы не сомневаемся. Мы дотянемся к звездам, знаем это непросто. Аня, а почему ты сегодня здесь? Я хочу научиться играть на скрипке, как моя мама, стать музыкантом. Гости праздника могли попробовать свои силы в изобразительном искусстве. Педагоги художественного отделения провели открытый урок. В нем поучаствовали ребята, которые уже долго занимаются. Те, кто только собирается изучать рисунок и живопись. Соня, а почему тебе нравится заниматься живописью? Потому что на картине можно передать свои эмоции, радость, мечты, веселье. Воспитанники Лесечка устроили массовые гуляния для гостей. Водили хороводы и народные игры. Завлекали в мир русского фольклера. А ведь фольклер – это не только игры. Это частушки, сказки, песни, обряды, о которых новым ученикам расскажут в детской школе искусства. Милан, а что для тебя детская школа искусства? Для меня детская школа искусства – это второй дом, потому что тут меня встречают любимые педагоги, друзья. И мне нравится здесь учиться. С детства самые маленькие жители города делают первые шаги в мир искусства. На отделении раннего творческого развития «Гном» ребята пробуют сразу несколько направлений. Танцуют, поют, рисуют и развивают речь. А затем выбирают направление по душе. И продолжают заниматься. Детская школа искусств – уникальный коллектив педагогов, готовых открыть волшебный мир творчества. Даже директор старается удивить и быть на одной волне с учениками. Обычно это мы спрашиваем интервью. А на дне открытых дверей он сам стал корреспондентом. Слушай, я тебе вопрос задам. Всегда хотел это сделать. Марта, а ты какое имеешь отношение к школе, вот к детской школе искусства? Ну, мне здесь нравится очень заниматься. Здесь хорошие педагоги. Тепло ко всем относятся. И я считаю, что детская школа искусства – это самая лучшая школа. Замечательно. А на каком инструменте ты занимаешься? На саксофоне. Саксофон ты сама выбрала как инструмент? Да. До этого я играла на флейте, но потом я увидела саксофон и тоже захотелось научиться на нем играть. Какие у тебя планы, когда вырастешь? Стать солисткой духового оркестра и играть больше на саксофоне и лучше. То есть ты хочешь стать профессиональным музыкантом? Да. Замечательно. Я тебе желаю счастливой жизни в искусстве. Дай Бог, чтобы у тебя все получилось. Каждый год сюда приходят новые ребята. Изучают мир творчества и развивают свои таланты. В новом году детская школа искусств готова принять всех желающих. Марта Дудкина, Карина Краснова. Специально для телепередачи «Лестница». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова